Ученик 2-й Саянской школы Никита Анисимов стал призером всероссийского конкурса «Большая перемена» и получил 200 тысяч рублей. Школьник успешно прошел все этапы образовательного проекта. Никита признался, что к участию в проекте его подтолкнули знакомые. В 2022 году я узнал от друзей о проведении всероссийского конкурса «Большая перемена» и мне тоже захотелось участвовать в нем. Я пробовал свои силы, выполнил задания дистанционного этапа, но, к сожалению, у меня не получилось попасть на полуфинал, не хватило всего лишь 8 баллов. И стоит отметить, что в 2022 году приняло участие «Большой перемене» на дистанционном этапе около 3 миллионов человек. Я не отчался и вместе с моим наставником Егоровой Миланой Викторовной мы проработали все ошибки и в 2023 году мы приняли снова участие во всероссийском конкурсе «Большая перемена». И в этом году у меня получилось стать финалистом и призером этого конкурса. В этом году для участия во всероссийском конкурсе «Большая перемена» подали заявки более 4 миллионов подростков. Из них полторы тысячи школьников вышли в полуфинал и были приглашены во всероссийский детский центр «Океан». 1500 человек попало на полуфинал во всероссийский детский центр «Океан», а из них 750 человек, это финалисты «Большой перемены», они попали в международный детский центр «Артек». Для участия в конкурсе саянец Никита Анисимов подготовил проект электронного журнала индивидуального сопровождения школьников, который представил на рассмотрение представителей жюри. Данный проект дает возможность молодежи реализовать себя, проявить свои личностнозначимые качества, таланты, показать свой характер и реализовать общественно значимый проект. На дистанционном этапе я создал проект «Система электронного журнала индивидуального сопровождения обучающихся», что подразумевает под собой создание платформы для успешного контактирования молодежи и учителей. В конкурсе «Большая перемена» по признанию Никиты в первую очередь оценивается не школьная успеваемость, а знания и навыки, которые пригодятся подросткам в современном мире. Это умение работать в команде, находить нестандартные решения в сложных ситуациях и творчески подходить к любым заданиям. После подведения итогов были выявлены победители и призеры. Из нашего города я стал призером и получил премию в размере 200 тысяч рублей. И со мной ездила девочка с 4-й школы учуватого Валерия, которая стала победительницей конкурса «Большая перемена» и в 16 лет стала миллионером. Помимо денежной премии, дается также от 3 до 5 баллов при поступлении в высшее учебное заведение всем участникам-финалистам конкурса «Большая перемена». Но немаловажно и опыт, и новые знакомства, которые ты приобретаешь в рамках очного проведения этого конкурса в «Океане» и в «Артеке». По словам педагогов образовательного учреждения, Никита успешен в учебе, а в повседневной жизни скромный и стеснительный. Вероятно, участие в «Большой перемене» помогло раскрыть подростка с новой стороны. Он показал себя как лидер, который умеет отстаивать свое мнение, оказать помощь и поддержку товарищам, и умение собраться в стрессовые минуты, продемонстрировав при этом свои лучшие качества. Но я не собираюсь останавливаться на достигнутом и планирую распределить свою премию на реализацию личностнозначимых проектов и также общественно значимых проектов в рамках своего города или даже области, по возможности и России. Уже есть некоторые задумки, и при помощи связи, которую я приобрел на Всероссийском конкурсе «Большая перемена» в «Артеке», попробую с теми людьми создать какой-либо бизнес-проект. Всероссийский проект существует несколько лет и заслужил огромную популярность. «Большая перемена» в настоящее время имеет солидный опыт и федеральный масштаб. В нем приняли участие свыше сотни тысяч школьников из разных регионов страны. Хотелось бы обратиться к молодежи Саянска и Иркутской области с тем, чтобы вы принимали участие в подобных проводимых мероприятиях, проектах и конкурсах. Ведь это отличная возможность уже в таком раннем возрасте проявить себя и получить классный опыт для реализации каких-либо своих идей, проектов, а также для новых знакомств и получения опыта, для того, чтобы найти себя в жизни. В настоящее время в России открываются различные школы и центры дополнительного образования, развивают науку и приобщают подростков к здоровому образу жизни. И это только небольшая часть того, что делается каждый день благодаря национальным проектам. Участие в проводимых конкурсах помогает повысить уровень заинтересованности детей. Все это позволяет усилить образование и вывести его на новую ступень. Также важно отметить, что проект «Большая перемена» дал многим школьникам возможность раскрыть свой потенциал и способности. Редактор субтитров А.Семкин